А у нас сегодня доброе утро. Доброе, потому что, конечно же, оно в лесу. Территориально мы сейчас находимся в Туапсинском районе. Не буду, конечно, подробно рассказывать, где именно. Это перевал. Перевал у нас большой, поэтому ориентируйтесь сами. Вторую или третью неделю мы уже косим белые грибы. Сегодня также мы выехали на поиски. Белый, конечно, уже отходит, но начинается лисичка. И пока мы поднимаемся потихонечку, мы обнаруживаем, что пошли вот такие вот красавцы. Они, представляете, какие они все чистые. Они шикарные. Молодые белые грибы. Конечно же, по дороге нам также встретилась и лисичка. Лисичка молоденькая совершенно еще. Только вылезает. Приходится доставать вот такие вот кнопочки из земли. Лисичка в основном идет по склонам во мху. Поэтому ползаем, карабкаемся, ищем. Комары, мошки. Сыро, влажно. Очень много воды в лесу. Как вы видели, какие ручьи текут с гор. Ну, ничего, мы в сапогах. Когда речь идет о грибах, у нас все нипочем. Уже есть вот такой небольшой почин у меня и у Нади. То есть, как вы видите, да, белячки, которые, в принципе, сейчас в нормальном состоянии. Я подрезаю, сразу убираю червивое. Червивое совсем тоже попадается, совсем полностью. Но мы его не берем, конечно же. А бабки мы сегодня также не собираем, потому что мы находимся далеко. И пока мы доедем домой, конечно же, они все сквасятся. Потихонечку светает в лесу. В горах рассвет наступает попозже, я вам хочу сказать. Потому что мы приехали как бы и так не рано. Сегодня мы зашли в лес в 6 утра. То есть, выехали мы ночью, и пока добрались, по заходу было 6. Сейчас уже проскакивает солнышко. Время половина седьмого. Почин есть, поэтому начало положено. Я думаю, сегодня мы прогуляемся с вами от души. Пойдемте гулять. Будет классно. Ну, а вот, собственно, и лисичка наша искомая на сегодняшний день. Какие кустики такие приятные прям. Надо рядышком смотреть еще. А, вот еще, да. Тут прям поменьше кнопочки. В основном пока кнопочка еще. А так раскроешь листву аккуратно, еще находишь рядышком. Пакетик кладем отдельно, чтобы по корзинке не каталось. Сразу обрезаем лесу, чтобы не вести лишний мусор. Это будет дома намного удобнее потом перебирать. Хорошая такая семечка. Неплохая. О, еще под палкой нашла. Видите? Прячется в листве пока. То есть можно пройти и не заметить. Начало есть уже малышей. Сейчас осмотримся. Еще найдем. Буквально вода развернулась. В сантиметрах сорока. Еще неплохая такая вот семечка. Лисичка вся молодая. Еще не лопушок. Хорошенькая. Мы не очень близко к побережью. Я вам скажу, потому что на побережье леса уже лопухами. Поэтому мы не стали так далеко ехать. Так как поближе тоже можно что-то найти. То есть ячуйка, конечно, нас не подвела. Хорошая лиса. Самое то. Я не очень люблю лопухи. Они, конечно, хороши для жарки. И не спорю. Я очень люблю лисичку. Но для баночки в маринад вот этот вариант просто идеальный. Вот такой вот оранжевой россыпью, видите, стелется по крутому склону лисичка наша с вами. Есть прям совсем-совсем крошечки. Прям и 5 миллиметров не будет. Такие, конечно, мы не возьмем. Это такая яркая мху. Пока еще темно, плохо видно. Достойная. Лисичка очень богата всякими микроэлементами. Она содержит в себе вещество, которое убивает паразитов в организме. Поэтому рекомендуют есть лисичку прямо сырой в лесу. Чтобы изгнать всех нехороших товарищей из нашего тела. Ну, а вот и первый беляшек. Я уверена, он здесь не один. Первый беляшек на этой полянке. Бочонок круглый, молодой. Видимо, это вторая волна пошла. Первую волну мы так и не успели заснять. Успели только фотографировать. Поэтому смотрите все фотографии в моем инстаграм. Хорошенький бочоночек. Неплохой. Рядышком еще один братишка. Чуть его поели, но обрезать можно. Такие бочонки я обожаю. Просто класс. Третий братан с этой полянки. Еще более уставший. Его уже подточили ребята. Ну да. Только под шляпку можно будет обрезать. И все. Ну, а это, видимо, самый старший родственник из их семьи. Даже трогать не буду. Там домик наших лесных жителей. А эти, смотрите. Один ну, совсем плохой. Один с билопалкой, когда смотрела. Этот уже маленький. А уже залезли в него товарищи. Вот этот можно проверить. Скорее всего, он будет маленький чистый. А эти два останутся здесь. Какие красавчики. Ой, шикарные. Смотрите. Два брата акробата. Беленькие, чистенькие. Сказочные. Обратите внимание, какие шикарные здесь моховые кочки. и наверху я здесь вижу лисичку. И здесь тоже под ногами у меня. Вот на таком мху на склонах растет наша с вами любимая лиса. Ее видно издалека, за счет того, что, конечно же, она яркая. На зеленом фоне. И это прям радует наши глаза. Идеальный размер. Я нашла, конечно, и покрупнее до этого. Не снимала прям по отвесной скале. Можно так сказать. Конечно, там было не до фотографии видео. А ну, пакетик прозрачный уже свой наполнила. Так что, еще чуть-чуть и буду пересыпать. ведерко. Очень шифруется лиса под палочками, под листьями. Вот смотрите. Вот такого размера я уже находила. То есть, достойные прям такие экземпляры по размеру. Здесь на горе уже прям светло. Солнышко освещает. Уже искать намного удобнее. Попались вот такие вот два брата. сросшиеся, по-моему. Ох, какой жук обедал, сидел тут грибочком. Красавцы. Так, обрезала, ничего, чистое. Потихонечку идем, не спешим. Вот, корзиночка уже наполняется. Лисичка вот даже вот такая встречается. Достаточно уже прям большая кое-где. Видимо, проскочили. Первую не нашли никто. И корзиночка наполняется. Насчет корзинки не спрашивайте, где я ее взяла. Я ее не украла. Не переживайте. Это утром я ехала в лес и случайно, случайно увидела просто во дворе возле магазина стояла вот эта корзина. Она без чипа, без ничего. Она целая. То есть, ее, видимо, выбросили. Может, забыли. Не знаю. Ну, в общем, стояла она бесхозная. Я посмотрела. Хозяина нет. Время, потому что было 4 утра. Как бы рассвет. Вот. Корзинка нечаянно стоит. Значит, будет моя. Мне как рассвет пригодился. Поэтому отлично. Подгон такой неплохой. Ох, какой богатырь. Ого. Ничего себе. Крепыш. Чистый. Классный. Это белячок. Еще один красавчик. Комары просто зажирают. Какой ужас. Вот такой вот еще красавец нам попался. Комары просто зажираю глаза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok